Вы слушаете канал жаж.клаб, Фрида Калло. Разрушительная авария и ошеломительное творчество. После того, как троллейбус столкнулся с автобусом, в котором ехала 18-летняя мексиканская художница, боли и стойкость стали постоянными темами ее творчества. Когда Фриде Калло было 18 лет, она, казалось, была на грани того, чтобы претендовать на жизнь, которую она себе представляла. Дочь отца немца-художника и матери-мексиканки, Калло с детства хотела стать врачом. Она преследовала эту мечту во время учебы в национальной подготовительной школе в Мехико, примерно в часе езды от ее родного города Каяакон. Хотя она явно была талантливой художницей, искусство оставалось на периферии ее жизни. 17 сентября 1925 года все изменилось. После дня занятий Калло ее друг Алехандро Гомес Ариас сели в автобус, направляющийся в Каяакон. Через несколько минут после того, как они сели на деревянную скамейку, автобус свернул за угол и врезался в электрический трамвай. Ехавший на полной скорости, трамвай раздавил автобус на углу улицы, сказала Калло писательница Ракель Тибол, которая описала аварию в книге «Фрида Калло. Открытая жизнь» — это была странная авария, не жестокая, а скучная и медленная, и она ранила всех, а меня гораздо серьезнее. Фото «Доктрина этнобилос.ру» после крушения Калло почувствовала, что все, что она знала, рухнуло на дно. Но по мере того, как ее тело исцелялось, процесс, который занял много месяцев, взгляды на жизнь и искусство радикально изменились. Будучи прикованной к постели, видя очень мало посетителей, она начала рисовать все больше и больше, одиночество заставило ее начать самовыражаться так, как она не делала раньше, говорит исполнительница Ванесса Севера. Автор пьесы — Фрида. Автопортрет — она рассказывала свою историю, рисуя. По мере развития карьеры Калло в центре ее творчества возникали темы боли и выздоровления, она преодолела боль и не скрывала это, говорит Севера, она выразила это. Эта бескомпромиссная честность стала одним из ее характерных художественных качеств. Пережившая аварию Калло на болезненной планете, когда автобус, в котором ехала Калло, столкнулся с трамваем, она получила серьезные внутренние повреждения, поскольку длинный металлический стержень проткнул ей живот. На месте аварии прохожий попытался вытащить металлический стержень из тела Калло. Когда он дернул, вспоминал Ариас, Фрида закричала так громко, что никто не услышал сирены скорой помощи Красного Креста. Травмы Калло были настолько серьезными, что ей пришлось наложить гипсовую повязку на все тело. Беззаботные годы детства, когда она наслаждалась исследованием тайн жизни, подошли к концу. «После аварии все изменилось», — говорит искусствовед Селия Стар, автор книги «Фрида в Америке», она описывает это как молнию. В письме Калло написал Ариасу, что теперь живет на «болезненной планете», прозрачной, как лед. Что поддерживала Калло в течение бесконечных дней в постели, так это живопись. Родители подарили ей мольберт, чтобы она могла рисовать в процессе выздоровления, и вмонтировали зеркало в балдахин кровати, чтобы помочь ей рисовать собственное лицо. По мере того, как Калло медленно выздоравливала, она снова начала выходить на улицу, но «это не та жизнь, которую она знала раньше», — говорит Стар. Так погрузившись в радости художественного творчества, Калло отказалась от своей мечты, стать врачом и посвятила себя искусству. Фото «предефиспарти.ком.ю» и автопортрет Калло в бархатном платье, 1926, которое она нарисовала во время выздоровления, раскрывает основные изменения, через которые она проходила. Бурный морской пейзаж на заднем плане означал переворот в ее жизни, и она впервые изобразила себя на холсте с выдающейся монобровью, «Мы видим, что она проходит через весь этот процесс перерождения», — говорит Стар. Позже она сказала, что сама себя родила. Приверженность Калло радикальной честности в отношении боли Когда Калло обрела уверенность в себе как художник, она начала намекать на ряд травм, которые она пережила. В автобусе «1929» молодая женщина, похожая на Калло, сидит на деревянном сидении общественного транспорта, сцена, которая вызывает в воображении последние мгновения перед роковой аварией Калло. Позже Калло более резко изобразила свою физическую и психологическую боль. В «Больнице Генри Форда» «1932» Калло изображает себя на больничной койке, истекающей кровью после выкидыша, по ее лицу текут слезы. А в «Двух фридах» «1939» написанных после того, как Калло развелась с художником-монументалистом Диего Риверой, версия Калло с разорванным сердцем сидит, держась за руки с дру. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.